Недавно завершился грандиозный фестиваль «Сокровища Севера». Наши земляки завоевали достойные награды в разных конкурсах и номинациях. НАУ представляли местные мастера рукоделия и Народный Ненинский театр «Иллипс». С какой постановкой выступили артисты и как прошло мероприятие, расскажем в следующем сюжете. На территории России проживает более 40 коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Уже не первый год на международную выставку-ярмарку «Сокровища Севера» съезжаются представители разных национальностей с целью показать свой быт и уклад, а также поделиться опытом. На 16-й съезд от Ненинского округа поехал Ненинский театр «Иллипс». Свою деятельность сценический коллектив начал еще в 1996 году. Основал его Прокопий Андреевич Евтисий, писатель, поэт известный наш Ненинский. Посещали театр, которые первые жители нашего города. В переводе с ненинского языка «Иллипс» означает «жизнь». Через коллектив прошло уже не одно поколение. На протяжении многих лет театр посещает Александр Литков, бессменный актер всех инсценировок и мастер на все руки. Этнокультурный центр представил выставку, связанную с жизнью канинских ненцев. То есть уклад жизни, одежда – это все было представлено на экспозиции этнокультурного центра. И я представил жилище, макет жилища канинского палатку. То есть это то жилище, которое сейчас они используют, качуют, качуют полностью разборное жилище и все это вводится с собой. Помимо декоративных работ от Ненинского округа была представлена театральная постановка, составленная из нескольких сказок и обрядов. Спектакль представляет из собой такую квинтэнсенцию из наших отдельных постановок. И чем он привлекательен, что это все-таки действительно такой несет на себе этнический характер. И действительно представлена жизнь тундры, до и современная жизнь тундры. И в общем-то у нас все получилось. Несмотря на достойную конкуренцию, постановка от немецкого коллектива, по мнению жюри, стала лучшей. Для актеров коллектива «Победа» еще была более неожиданной. Я даже удивился, как первое место порадовало. Там артистов так-то много, но театральных нет артистов. Там чисто солисты выступают, поют песни, танцевальные коллективы какие-нибудь. Именно своим ненецким колоритом театральный коллектив завоевал первое место. Также участники коллектива поборолись и в сольных выступлениях. Светлана Вокуева – одна из новичков в театральном кругу. Одержала победу, исполнив песню о «Лебеде», основанную на стихотворении ненецкого писателя Алексея Пичкова. Когда говорили уже третье место, я просто ждала. Но третье – нет. Второе место – поспорили, что я займу второе место. И когда назвали, что первое место – это я, я была просто… У меня так это все в голове было. Я такая, что? Неужели? Наконец-то, где-то? И я была очень счастлива. Ежегодно на площадках международной выставки-ярмарки «Сокровище Севера» собираются представители разных народностей, которые представляют уникальный быт и культуру. Участие в таком масштабном мероприятии для каждого из артистов – это не просто демонстрация своих талантов на конкурсах, но и обмен опытом и идеями. Василий Хатензейский, Леонид Шишелов, Телеканал Север.